И отдельно, блок это стадии переживания утраты. Стадии переживания утраты человеком, да, и соответственно техники работы с человеком, пережившим утрату. Как я уже сегодня говорил, человек, современный человек, сталкивающийся с ситуацией смерти, обычно приходит в шок от того, что он не готов к этому. В прошлое время как-то люди жили со смертью рядом, они знали, что они могут уйти в любой момент. Современный человек убежден в том, что этого нет, или по крайней мере лучше об этом не думать. Он становится более, что ли, невротичным в этом плане. И вот столкновение со смертью автоматически приводит к нескольким важным достаточно изменениям. Первая стадия называется стадия шока. Ну, по сути дела, на первой стадии происходит некоторая психологическая амортизация, потому что человек может объяснить, это происходит как бы не со мной. Это как страшный сон, просто нужно проснуться, это все не так. Первый вариант. Чаще это проявляется в следующих элементах. Это эмоциональное отрицание. Эмоциональное отрицание. Неправильное понимание происходящего. Или так называемый автопилот. Он делает это автоматически, но не полностью осознает то, что происходит. Состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких недель. Первая стадия. Обратите внимание, до нескольких недель, то есть до месяца, да, приблизительно. Вот этот шок идет. Сразу могу сказать, что некоторые люди могут застревать на отдельных стадиях на очень длительный период времени. И мы можем очень хорошо убедиться, где они находятся, на какой стадии. То есть оттуда придется вводить. Вторая стадия. Я ее называю стадией богоборчества. Можно ее назвать стадией злости, ощущения несправедливости. Стадия очень важная. И характеризуется она следующими моментами. Почему это произошло именно со мной? Почему именно я? Здесь в любом случае будет проявляться агрессия. При этом агрессия может проявляться как варианты. Это конфликт с Богом. Второе. Это конфликт с умершим. Здесь бывают случаи, когда человек начинает проклинать того, кто умер. Обвинять его в том, что случилось. Или, а другой вариант, вот как было, когда у малого человека погиб отец, и его мать ему сказала, лучше бы на его месте был ты. Ситуация, когда человек не полностью отвечает за эти слова, которые говорит. Но в то же время эти слова имеют очень серьезное значение. Потому что у этого малого человека включилась программа. Когда я его спросил, вы сколько хотите жить, он сказал, до 33 лет. Я говорю, отец, у вас во сколько умер? Я говорю, 33. Я говорю, все понятно, спасибо. Программа запущена. Здесь вот нужно эту программу убирать. Что еще здесь может быть? Вот смотрите. Агрессия может проявляться вербально. И в целом, такое бывает очень часто. Сюда же можно отнести и обвинение тех, кто не спас. Обвинение окружающих. Это может быть и конфликт со всеми остальными людьми. Допустим, человек полностью замыкается и больше не хочет общаться ни с какими людьми на этой стаде. Если вербально не проявляется эта агрессия, то тут могут быть следующие элементы, на которые стоит особое внимание обращать. Человек ни с того ни с сего может, допустим, разгромить стол, разбить шкаф или, допустим, попасть в аварию. Именно на этой стадии это важно. То есть смотрите, с одной стороны это может быть вербальная агрессия, а с другой стороны элемент некоторого богопорчества или попытки причинения вреда себе. То есть здесь вот обращайте внимание, если описывает поведение клиента следующим образом, он какой-то странный или она какая-то странная, ни с того ни с сего, там взял что-то, швырнул, бросил, вот имейте в виду, скорее всего, это вторая стадия. Человек застрял на вторую стадию. То есть он не проговорил все эти вещи, и отсюда периодически это будет проявляться. Вот эти вот вспышки раздражения могут не поддаваться никакой логике. Внешне. Для нас важна симптоматика. Если внезапное раздражение случилось, мы должны посмотреть на синусоиды возникновения этих раздражений. Если синусоиды нет, значит, скорее всего, вторая стадия переживания утраты. Какие проблемы здесь могут возникать? Психосоматические проблемы. Это нарушение сна. Это проблемы, связанные с пищеварением. И сложность концентрации внимания. Сложность концентрации внимания. Чем еще вторая стадия характеризуется? В ряде случаев человек может вести себя не совсем понятно для других людей. Допустим, он может разговаривать с умершим. Он может говорить о нем в настоящем времени. Все во вторую стадию. Да, да, это во вторая стадия. Он может говорить, что умерший сидит вот здесь сейчас. Или он видит все. Он смотрит на нас, допустим. Это означает, что человек не способен признать случившееся и подсознательно пытается каким-то образом все-таки восстановить вот эту потерю, это равновесие. Сколько длится вторая стадия от нескольких недель до месяцев? В ряде случаев и до года и больше бывает. Вот здесь обращайте внимание. Человек может застрять ни с того ни с сего на каком-то алименте. Как только он застревает, появляется внезапная агрессия, имейте в виду, с чем это может быть связано. Таких людей обычно очень быстро можно зафиксировать. Сглатывание, частное сглатывание. Раз, переживание, что это такое обида, горечь, утрата. И второй момент, допустим, упоминание темы смерти быстро приводит к тому, что краснеют глаза, увлажняются и так далее. И увидите, что они начинают, как я говорю, сигналиться. То есть это будет заметно. То есть здесь нужно очень аккуратно с ними общаться. Если вы видите, что людей много вокруг этого человека, не стоит эту тему особо массировать. Но если вы работаете конкретно с этим человеком, здесь нужно будет об этом чуть попозже. Третья стадия называется печаль и сожаление. Чем эта стадия характеризуется? На третьей стадии человек должен полностью принять случившееся. Должен его осознать. Как Кокунин в кладбищенских историях как раз описывает, что он не любит современные кладбища, описывая увлечения посещением кладбища. Свежие кладбища напоминают рану, которая еще не зажила. А вот старые кладбища, они уже как бы показывают некую степенность, и горя там уже нет. Там есть просто понимание жизни и смерти, но горя нет. Вот здесь очень важный момент. На третьей стадии человек должен полностью принять случившееся. Понять, что это неизбежно, что это естественный процесс. Какие здесь могут возникать нюансы? Ну, вот один из них. Как-то раз я принимал экзамен у студентов в университете. Ко мне приходят студенты с параллельного потока и говорят, что преподаватель пришла принимать экзамен, раздала билеты. Они стали готовиться. Она сказала, что сейчас придет, и ее нет два часа. На звонке она не отвечала, она уехала. Это признак третьей стадии. Человек замыкается. Вот запишите на третьей стадии. Человек может не объяснять, почему он уходит, почему он не общается. Да, такие люди могут... Одна из реакций – сменить номер телефона. Перестать взаимодействовать с кем-то. Человек более погружается в свое внутреннее состояние. При этом на третьей стадии, важный достаточно момент, человек может надеяться на то, что, допустим, по достижении определенного времени все может вернуться на круги своя. Допустим, ровно в год смерти прийти в то же самое место, или, допустим, место, где они встретились, в то же самое время. То есть для него это важно, как оказывается. По сути дела, происходит отрицание настоящего. Человек уходит в прошлое, воспоминания, и длительное время в этих воспоминаниях живет. Обычно третья стадия сопровождается ощущением одиночества и связанной с депрессией. Но очень важно, что на этой стадии человек должен принять ситуацию. Именно принять. Поэтому, если вы замечаете, что клиент как-то не объясняет свое поведение или ведет себя несколько странно, замыкается, имейте в виду застревание на третьей стадии. Как долго может эта третья стадия длиться? В принципе, люди могут на ней находиться на протяжении нескольких лет. При этом очень важный момент, пытаясь восстановить себя. Часто люди консервируют свое состояние на какое-то время, никак его не выражая внешне. И потом ни с того ни с сего слезы наворачиваются внезапно с какой-то мелочи. Это можно заметить. Четвертая стадия – это стадия восстановления, когда человек уже принял смерть. Это, кстати, будет очень хорошо заметно. При посещении кладбища, когда он будет навещать умершего, он уже будет более спокойно относиться к тому, что случилось. Может быть, слезы будут, но уже не будет сильных эмоциональных реакций. То есть это важно, чтобы вы к этому пришли. Вопрос в том, что здесь нужно обязательно человеку помогать. И вот давайте здесь задумаемся, кто помогает человеку, который теряет близкого. Знакомые? Нет. По поводу знакомых поясняю. Русские достаточно суеверны. Вы знаете, что водители очень суеверны. Допустим, нельзя ни в коем случае брать что-нибудь из машины, которая попала в аварию, и вешать на свою машину. Вот одна из традиций таких. Ну, просто говорю, суеверен. Потому что машины всегда связаны с опасностью. Люди, когда сталкиваются с ситуацией, что, допустим, у знакомого кто-то умер, ведут себя очень странно. В первую очередь это проявляется в том, что они боятся, что они смерть себе в семье могут принести. Поэтому они немножко дистанцируются и стараются минимизировать общение с этим человеком. Близкий, который потерял человека, что он чувствует? Он чувствует это отдаление. Он чувствует, что у него смотрят, что изучают. Он чувствует неестественной ситуации, какую-то неискренность. Естественно, тот волей-неволечек начинает замыкаться. Кто может помочь? Вот смотрите. Священник, да. Но давайте подумаем. Священник так же, как и хирург. Они разные бывают. Мы говорим, хирург как Бога, а бывает ремесленник. По сути дела, кто такой священник? Это та же самая профессия, помогающая специалист, когда человек должен помочь, восстановить каким-то образом, вселить веру и так далее. Вот как получится. Кто еще может помочь? Психолог, да, может помочь. Кто еще? Врач, психиатр? Нет. Нервопатолог, навряд ли. Успокоительные не помогут. Лекарственная блокировка, состояние всего лишь навсего заставляет продлевать переживания дальше. Просто через какое-то время вот эта заморозка пройдет, и человек снова начнет это чувствовать. Работу, по-моему? Работой можно забить, да, но можно ли убежать от себя? Человек может уйти в работу. Куда еще люди уходят, для того, чтобы потаснять? Уходят в религию, обвешиваются иконами, становятся крайне религиозными, но не... Я сегодня говорил, люди верующие и религиозные, эти будут религиозными. Кто-то ищет смысл жизни. Да, ну вот поиск смысла жизни и так далее. Об этом мы тоже сегодня говорили, но важный момент, что по сути дела принципиальной помощи человек из внешнего мира чаще всего не получает. То есть пытается справиться с этим сам. Поэтому неудивительно, что при общении с клиентом вы можете замечать, что присутствуют признаки либо второй, либо третьей стадии. То есть то, что человек полностью не пережил это состояние. Ну, задачи психолога при работе с человеком, потерявшим близкого. Первая стадия. Очень важна тема, у русских есть выражение чувства локтя. Локоть – это доверие. Когда цыганка трогает за руку, за локоть, она автоматически дает мозгу, жертву информацию, что я тебе помогаю. Под локти взяли, ну, под локти взяли. Но есть еще у нас выражение «поработать локтями». Ну, это для особо активных в метро. Да, вот, такие бывают, энтузиасты. Вот. То есть чувство локтя. На первой стадии очень важно сохранить или восстановить коммуникацию человека с внешним миром, чтобы он не полностью замыкался в себе, в своем внутреннем состоянии. Естественно, если есть возможность, государство достаточно жестоко и приходится заполнять большое количество бюрократических элементов вот в первые дни после смерти. Это жутко. Человеку не дает это совершенно, чтобы хотя бы кто-то из родственников этим занимался, а у психолога придется работать как раз с непосредственно ближайшим потерявшим баллистом. Лучше, чтобы такой человек не садился за руль. Вот, так вот, когда-то случилось, ни в коем случае за руль садиться нельзя, категорически нельзя. Вот. Ну, кстати, на второй стадии я говорил, что тоже, возможно, варианты аварии. Вот здесь вы тоже обратите внимание, когда человек описывает, что он попал в аварию и так далее, и так далее. Можете при помощи нескольких вопросов выйти, просто даже один вопрос задать, а вы в тот год никого не потерялись близко? Он скажет, что да, допустим, вы уже поймете завязку, откуда это идет. То есть вторая стадия, вот эта вот богоборческая, она как раз и проявляется. Вторая стадия. необходимо клиенту дать возможность отреагировать его эмоции и направить его энергию на тех, кто рядом с ним, на его близких, на его родственников. Детей, родителей, внуков и так далее. Именно направить на вот это взаимодействие. Главное, чтобы человек не замыкался на своем внутреннем состоянии. Потому что обычно дальше идет психосоматика и, соответственно, сердце, желудочно-кишечный тракт и так далее, и так далее, и так далее. Чисто психосоматические реакции. Плюс к этому может запуститься программа самоуничтожения. Когда человек начинает нам чисто объяснять, что ровно через столько-то меня не станет, допустим. Вот она программа запущена. Для нас важно эту программу нейтрализовать или переключить. Вот на фестивале как раз я немножко рассказывал о том, как переключать установки людей, которые они в жизни себе ставят. Третья стадия. Только на третьей стадии мы переходим к травматическим переживаниям, тем, что связано со смертью. До этого, по большей части, мы просто направляем человека, с его эмоциями, во-вторых, с общением с близкими. На третьей стадии мы переходим на травматические переживания, связанные с потерей. И только по прохождению третьей стадии мы постепенно можем перевести его на четвертую стадию. Сколько времени занимает работа психолога с таким человеком? Вы знаете, в ряде случаев логичнее по прохождению некоторого времени, допустим, порядка месяца, взять, обозначить определенное время и начать работать с клиентом по всем четырем стадиям. Сколько часов это занимает? От часа до четырех, пяти часов бывает по-разному. При этом, очень важный момент, нельзя останавливаться. Если вы остановитесь на какой-то стадии, вы заставите его заново переживать все эти вещи. Он там и застрянет дальше. Дальше будет сложнее. То есть, если вы начали вести, то ведете до конца, до четвертой стадии, когда он уже полностью принял, внутренне принял это состояние. Обычно четвертая стадия хороша тем, что человек по-иному начинает воспринимать смерть, жизнь и смерть, понятие жизни и смерти. Более философские, то, что современному человеку не хватает. Он не всегда понимает, что та же самая цикличность времен года и жизни и смерти, они идентичны. Это естественное состояние, которое в любом случае должно быть. Не буду вспоминать Фаину Раневскую с ее скабрезными, но умными достаточно шутками по поводу жизни, что это такое и какой это прыжок. Но, по сути дела, так оно и есть. То есть, это... Каким образом мы работаем с клиентом? Ну, во-первых, говорим, что никаких перерывов в консультировании мы не будем проводить до той поры, пока не завершим с ним работу. То есть, перерывов, перекуров, переключений, телефонных переговоров быть не должно. Здесь это очень важно. Так же перепрограммируют сектанты. Если с сектантом начинают работать, обычно это несколько специалистов, которые давят на него на протяжении... Ну, вот задают вопросы, массированные вопросы на протяжении нескольких часов. Без перерывов. Потому что он запрограммирован, и нужно снять эту программу. Программа снимается только через вот такие вот механизмы. Без перерывов. Второе. Просим клиента рассказать о событии, как он его запомнил, что он может вспомнить о ушедшем, о его переживаниях, о себе. Вот тут, конечно, вопрос достаточно специфический. Допустим, может быть, кто-то из вас читал тибетскую книгу мертвых, там, где как раз обучают умершего, что будет с ним происходить после смерти. Конечно, можно вспомнить у Вербера, у Бернафда Вербера есть замечательная книжка Танатанафа, трилогия. То же самое, по сути, да, что там за пределами смерти происходит. Ну, трансперсональная психология через там виде практических пресечения. Но современный человек не имеет этих знаний, как правило, или имеет знания по большей части эклектичные, либо вообще достаточно поверхностные. И вот это тоже нужно прекрасно понимать, ну, дать хотя бы какую-то информацию, чтобы он понимал, что происходит с умершим дальше. не в плане оболочек. Вот это тоже важно. Поэтому здесь, конечно, религиозный компонент был бы очень полезен. Если его нет, по крайней мере, нужно прекрасно дать ему понять, что, по сути дела, умирает только оболочка. Это вот важно. А человек жив до тех пор, пока мы о нем помним. Это важный момент. То есть он жив в психике, в нашей психологии, в нашей голове до тех пор, пока мы о нем помним. И еще человек жив в том, что он сделал, в произведениях своего труда. Вот это вот я отчетливо почувствовал и очень этому порадовался, когда порядка года назад вышел на сайт Аркадия Петровича Егидоса. Он ушел чуть больше двух лет назад. Довольно интересный был человек. Когда я вышел на его сайт, я понял, что он там живет. Это парадоксально. То есть он продолжает общаться с читателем. Вот. Это есть. Этот эффект абсолютно замечательный. И действительно так. Человек живет в произведениях, которые он написал, в своих книгах и так далее, и так далее, и так далее. Дальше мы просим клиенту рассказать, как он узнал о произошедшем. Именно самый первый момент. Вот это очень важно выяснить. Первый момент, что он почувствовал, как он понял, как он осознал это. Обычно здесь время немножко растягивается. Те, кто из вас имеет машина, наверняка сталкивались с ситуацией, аварийной ситуацией какой-то, где время растягивается. Секунды растягивается. Видно буквально, что происходит, хотя происходило бы за доли секунды. У меня, допустим, было, не могу сказать, приятное ощущение, когда вот впереди идущей машины, отвалилось колесо и весело поскакало на меня. На скорости 90 км в час машина идет, и мне свернуть не было. Здесь обрыв, а здесь встречка. Идут КамАЗы. Ощущение неприятное. Вот колесо скачет. Я не знаю, что я сделал, но колесо проскочило мою машину и ударилось лобовое стекло машины, следующей за мной, потому что поток был довольно третий. Ну, как бы, 90 км, а мы шли скучно. То есть, что я сделал, я не знаю. Вот как-то оно проскочило мимо. Я просчитал траекторию, что происходило, я не знаю. Растягивается время. Вот здесь вот время также будет растягиваться. Первый момент, когда это случилось, вот человек очень подробно может описать, что происходило. Там, где вот не секунды, но как минуты будут, а то и больше. Дальше просим рассказать последовательность событий. Как эти события разворачивались от начала до завершения. При этом параллельно наблюдаем степень включенности клиента в это состояние. Здесь не должно быть поверхностного описания. Если клиент пытается уйти от этой темы, допустим, не говорить, переключиться, заплакать и так далее, да, мы должны посмотреть. Если заплакать, он включен. В ряде случаев люди просто-напросто будут очень поверхностно описывать. Вот этого быть не должно. В то же время задача психолога не допустить очень сильных эмоций. Чтобы это сделать, что логичнее всего дать ему в руки клиенту? Листок бумаги, который можно помять, пластилин очень хорошо, но лучше всего кружку с чаем. Она хорошо приключает. В подробности клиент не должен погружаться и должен говорить только то, что вспоминается само по себе. Обычно это идет вот как некоторые вспышки такие, да, КСС получается. Хронологию, истинную и прочее устанавливать не нужно, просто он должен говорить такой свободный поток ассоциаций. Вот на эту тему. Вопрос, который нужно задавать, что произошло, что произошло дальше. Именно, что произошло, допустим. Да, уточняем, что случилось, смотрим, когда именно была нанесена травма. В ряде случаев травма может быть крайне отсрочена. И объясню ситуацию. Человек может на, допустим, похоронах близкого человека вообще не плакать никак. А вот, когда будет хоронить хомячка, расплакаться. Хоронить собаку, разрыдается, и потом будет укорять себя в том, что он очень бесчувственный человек. Что оказывается, когда хоронил близкого человека, он не плакал, а здесь плачет. То есть, это отсроченное получается переживание. И здесь мы должны смотреть, на какой стадии, на какой фазе он находится в это время. Вот эти вопросы, вот это поведение повторяем несколько раз и фиксируем по поведению, по высказываниям клиента, где еще есть яркие переживания. Все это он должен выговорить. Да, что еще я не сказал, обязательно салфетки должны быть рядом. Понятно почему. А в чем суть механизма? Смотрите, аффект, как таковой, находится обычно в начале травмы. Дальше это только эмоция. И для нас важно проработать именно аффект. Эмоции дальше постепенно будут утихать. Нужно выйти на аффект, когда он появился. Аффективное состояние возникло у человека. Какие варианты могут быть при работе с клиентом в данном случае? Их несколько. Первый вариант. Происшедшее становится просто историей, воспоминанием. оно не травматичное. Никаких остатков восприятия событий нет. Первый вариант. Да, кстати, что я не сказал, помните замечательного актера Карачицова? Да. Когда он попал в аварию? Когда он узнал, что у него теща верна. Теща. И вот реакция. То есть, если что-то случается, за руку категорически нельзя садиться. Это только другой транспорт. Важный момент, потому что это тоже аффективное состояние. Он в аффекте это сделал. Ну, случилось это в аффекте, он притянул. Причем, здесь вот, обратите внимание, судя по всему, там шла уже фаза богоборчество больше. Это же не первая стрессовая стадия, вы со мной и прочее, а богоборчество. Потому что авария это признак богоборчества. Разрушение. Второй вариант. Отдельные части остаются, отдельные ощущения в теле. Однажды ко мне пришла студентка и спросила, у нее сумка на плече висит, на левом плече висит сумка. Говорит, Дмитрий Анатольевич, скажите, вот как вы можете объяснить, у меня сильно ноет левое плечо. Я говорю, а скажите, что у вас вот происходило, подумайте, за последние несколько лет, что у вас происходило серьезно. Она сказала, ничего, улыбнулась, села, а после перерыва подошла ко мне очень серьезно и сказала, что она поняла вопрос. Когда она стояла в хоронах матери, и тут она трогает сумку на плече, вот так вот, вот, она почувствовала боль в области плеча. Я говорю, оскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Она удивилась, что она трогает плечо. Я говорю, это ваше воспоминание о матери. Вот таким образом это ваше воспоминание в тело, как бы, вот, себе и привнесли. И отсюда идет вот эта вот боль в области левого плеча, что можно оставить, да, о близком человеке. Вот чисто соматически бывает, то есть отдельные части тела оставляют воспоминания о человеке. Не мистика, но в чистом виде психосоматика. То есть спрашиваем, когда подобное ощущение было. Один клиент мне описывает следующую историю. у него сильно ноют конечности и он чувствует в области живота какую-то дырку. Вот он мне говорит, дырку в области живота чувствует, большую дыру. Спрашиваю, когда впервые появилось подобное состояние, самое первое, самое раннее воспоминание, выясняется, он стоит на похоронах отца своего отчима, который стал ему дедушкой. Ему, я не помню точно, то ли 10, то ли 12 лет, и он единственный, кто не плачет. Но он очень сильно переживает и понимает, что остальные просто играют. А его обвиняют в том, что он бесчувственный. И он впервые почувствовал вот эту вот дыру в области живота. Прошло много лет. И оказывается, вот это воспоминание в области тела снова начинает сигналить. По поводу конечностей то же самое, что с конечностями у него стоит плечи вниз, руки, и вот тут оказывается, что это состояние у него снова отсигналивает. То есть потери казалось бы не близкого по крови человеку, но близкого человека по духу, что ли, все равно вот такой отпечаток в тело у него вложил. Если человек начинает говорить по поводу вины по отношению к ушедшему, вот запишите отдельно, вина по отношению к ушедшему, то здесь нужно обязательно выяснить, что он не сделал для ушедшего. Если говорить, что умерший очень дорог ему, нужно попросить рассказать, что именно, чем именно дорог, что было такого хорошего в этом человеке, что очень ему дорого. Вот здесь даже не важно, насколько он будет подробно эти вещи рассказывать, главное, чтобы это просто назвать. Он все равно это будет чувствовать очень сильно. Третий вариант. События, произошедшие, становятся блеклыми, сильные эмоции уходят, но травма остается. Сильные эмоции уходят, но травма остается. Это мы можем очень хорошо заметить, когда человек более-менее спокойно рассказывает о произошедшем, но в то же время по реагированию мы видим, что и сглатывание, и покраснение глаз, и реакция рук показывают, что в принципе ситуация живая. Какой здесь вывод? Скорее всего, это сценарная вещь, значит, подобная ситуация уже с ним была, она просто повторяется. Наша задача найти предыдущий случай, когда все это началось. Если это сценарий, это будет дублироваться. То, что мы сегодня с вами частично обсуждаем. особое внимание нужно уделить тем установкам, тем фразам, которые человек использует, объясняя свое состояние. Если эта установка негативная, ее нужно обязательно переформулировать, обязательно дать ей другой знак. Допустим, женщина говорит, я полностью одинок. Переформулирую. Допустим, у меня есть важные для меня люди. Или я живу для того, чтобы им было хорошо. Варианты разные, все зависит от того, что за человек в чем-то связано. Была у меня очень интересная клиентка, черная вдова. У нее три мужа было, все три мужа умерли, не дожив до стажа двух лет семейной жизни. Я у нее спросил, вы собираетесь менять семейное положение? Она улыбнулась, говорит, да. Я говорю, вам их не жалко? Она как-то так вот замялась. Вот такие бывают. Черненький юмор, но фактически это ее, потому что она выталкивает свой стресс на супругов, и у них сердечный приступ. У первого, у второго и у третьего. Это вот очень иногда бывает сложная история. Ну, какие еще установки могут быть? я никому не нужен, меня никто не любит, и так далее, и так далее. То есть вот из этой серии. То есть нужно обязательно переформулировать установки, чтобы человек их принял. после вот этой подробной проработки каждого переживания, которое клиент им рассказывает, у него должно случиться следующее. Это освобождение от психологической травмы. Признаки. Клиент вспоминает о умершем только хорошее и вспоминает легко. если этого нет, значит не все шаги были пройдены. И, судя по всему, придется еще раз проходить с ними как раз вот эти стадии. сколько времени потребуется, здесь я говорю, что бывает по-разному, но у каждого своя динамика. Но в ряде случаев, если мы видим, что не получается за один день целиком пройти всю эту цепочку, подобная работа может занять и несколько десятков часов. То есть несколько дней. это среднее время по часам, это порядка 10-15 часов. Событие обязательно должно быть полностью отреагировано. Если будет сильная реакция отреагирования, то дальше уже этой сильной реакции у человека в такой степени проявляться не должно. Если правильно это не проходится, дальше он застревает и периодически оно повторяется. Сильная реакция. что если человек после утраты перестает жить, есть, встречаться, ну то есть даже физиологически любые там какие-то вот, ну прежде всего, еда, конечно, он перестает есть, просто начинается постепенно кахексия. Ну не кахексия, а анорексия. Как долго это продолжается? Это продолжалось где-то три года. Три года после утраты человек постепенно в себя ну так умершлял, я бы так сказала. Потом произошел момент, когда истощенная она заболела пневмонией, попала в больницу и там у нее произошла кома. И она в коме находилась где-то примерно месяц, по-моему. Кома, инсульт, кома, короче говоря, теперь она инвалид. Ну вот как вот этого избежать? Ну была дана программа, она себя запрограммировалась однозначно. Как этого избежать? Была потеряна связь, контакт с внешним миром. Нужно было поддерживать ее все время быть рядом, эмоционально подключаться, чтобы она это чувствовала. Единственное, что здесь можно было сделать. Ну если она все... Защитная реакция, ну как здесь единственный вариант, самое главное, чтобы человек не замыкался. Значит, нужно разговорить, выговорить максимально, даже если будут какие-то агрессивные вещи, главное, чтобы это вышло. Тогда пойдет контакт, иначе будет блокировка. Вот, и еще один важный момент, у Курта Чемпиана Тойча есть такая вот идея, когда человек умирает, он продолжает жить в психике близких людей, а в ряде случаев получается, что если умерший слишком значим для кого-то, то близкий человек, переживший утрату, начинает жить его жизнью, жизнью умершего, он становится на него похожим, он меняет привычки, допустим, если он был собой, он становится жаворонком, потому что умерший был жаворонком, как один из вариантов, то есть он начинает жить чужой жизнью, по сути дела, это тоже момент достаточно тонкий, и здесь нужно очень четко разделять свою собственную жизнь и жизнь умершего, и Тойч здесь обращал внимание на то, что нужно обязательно человеку дать такую установку, что он должен мысленно пообщаться с умершим, поблагодарить его, но сказать, что он будет проживать свою собственную жизнь, хотя он значим для него, он будет жить свою собственную жизнь, это тоже важный момент, некоторые вот таким образом застревают, или допустим как вариант, он начинает жить ради умершего человека, и то, что он не сделал, делать, то есть все равно проживать не свою жизнь, еще одна реакция может быть достаточно важная. Очень часто включается кодировка, когда человек четко говорит, что я, похороните меня вместе с ним или с ней, я умру через только то, то, что вы назвали случай, чисто программа, потому что она хотела уйти, и у нее это получилось через ком. Вот это программа. Но это так долго, три года, мы уже в принципе думали, что уже прошло, в общем-то, а оказывается нет, это возобновилось и через три года. Ну, потому что эмоции не были как бы выведены во внешний мир отсюда, и случилось тоже случилось. Если взять, нам нужно это очень прорабатывать. Еще так. Какие еще вопросы есть? На тему. Продолжение следует...